Долгострою на перекрестке улиц Московской-Курчатова пошел уже 11-й год. В 2014 году участок обнесли забором, чтобы построить магазин промышленных товаров. Возмущенные жители близлежащих домов обратились в суд, и тогда разрешение на строительство аннулировали. Позже работы все равно возобновили, но продолжалось это недолго. Стройка снова застоприлась. Жаркие споры и недовольства вокруг объекта не прекращаются до сих пор. Больше всего ситуация обеспокоены люди, которые живут рядом с долгостроем. Мы сколько раз в собрании собирались, с депутатом разговаривали. Первая депутат женщина была – все сделаю. В Нижний отправляла заявление, сказали, что положительно решили. Это положение идет в 2011 год. Наверное, надо двигаться и все это убирать. По словам жителей, на объекте часто собираются сомнительные компании и гуляют дети. Уже есть жертвы небезопасных игр на территории стройки. Пока гром не грянет, русские мужики крестятся. Вот не дай бог, с ребенком здесь что-то случится. Достучалось, уже ногу прокалывал с детьми. А, уже прокалывали. Видите, уже были травмы. И никому ничего не надо. Сейчас же не пройти, не проехать. Правильно они говорят. Скорая не пройдет. Пожар случится, так вот, ну, чего-то. Тоже ничего не проедет. В 2019 году договор аренды у застройщиков закончился. Но новые они заключать не стали. И пользовались участком еще несколько лет без правовых оснований. Тогда депутат округа Алексей Волгин начал обсуждение с областным правительством, которое обратилось в суд с иском об изъятии участка. Но застройщики нашли лазейку. На тот момент земельное законодательство позволяло один раз продлить аренду на три года. Когда уже начался судебный процесс, они написали такое заявление. И у них все возникло законное основание. Этим участком пользуются еще несколько лет. Ну, опять, то есть они договор аренды продлили. Но стройкой, как вы видите, не занимались и не занимаются до сих пор. На тот момент документально было зафиксировано, что срок аренды у них заканчивается 19 мая 2024 года, то есть вот месяц назад. Позже на уровне правительства приняли федеральный закон, который позволял любым арендаторам без каких-либо дополнительных условий продлить аренду земли еще на три года. Застройщики вновь не упустили свой шанс. Теперь аренда участка на Московской Курчатова действует до 19 мая 2027 года. Но есть еще инвестиционное соглашение, условия которого застройщики не выполнили. По условиям инвестиционного соглашения, если застройщик вовремя не исполняет свои обязательства по строительству, то областное правительство вправе, точнее не вправе, а должно расторгнуть с ним это соглашение. Расторжение соглашения инвестиционного влечет за собой автоматически расторжение договора аренды. Алексей Волгин отправил депутатское обращение на имя министра земельно-имущественных отношений Нижегородской области Сергея Баринова с описанием ситуации и с просьбой расторгнуть инвестиционное соглашение и договор аренды. Теперь предстоит подождать, что ответит министр. Как я понимаю, строить они не собираются, потому что ситуация сильно изменилась. Это теперь очень дорого. У них банально нет денег, и ситуация в том же заключается, на мой взгляд, что они ищут, кому бы продать вот это вот право аренды, право застройки. Поэтому аренда-то продлевается, а стройка не ведется, потому что экономического смысла в этом нет. И чем ближе мы подходим к конечному сроку, тем, естественно, им сложнее искать инвестора, потому что он на короткий срок не пойдет. Если ситуация не разрешится, депутат планирует обращаться в инстанции выше. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.